Добрый вечер! Время новостей на Интере. Вашему вниманию вся важнейшая информация к этому часу в студии Роман Кадемин. В Крыму приняли декларацию о независимости. За этот документ проголосовали 78 депутатов Верховного Совета Автономии. Декларация состоит всего из трех пунктов. Предусматривает, если на референдуме 16 марта будет принято решение о вхождении полуострова в состав России, Крым объявят независимой и суверенной республикой, демократическим и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир на своей территории. Никаких других результатов референдума документ не предусматривает. И уже есть реакция России на принятие декларации. МИД соседней державы распространил заявление, в котором считает решение парламента Крыма абсолютно правомерным. Так как мы сегодня убеждены по тем исследованиям, которые есть, что за это будет проголосовано очень высокий уровень крымчан, то в дальнейшем действии мы становимся суверенной республикой и на основании этой декларации обращаемся в Российскую Федерацию о принятии нас как субъекта Российской Федерации с названием Республика Крым. Декларация безграмотная, она ссылается на уставные положения о праве народов на самоопределение. Такого народа, как крымчане, нет. Есть коренной народ крымско-татарский, и только он имеет право говорить о статусе своей национальной территории. Автономная республика Крым, которая говорит о пересмотре государственных границ Украины, она уже нелегитимна. То, что они декларацию принимают, это говорит о том, что крымская власть испугана, ситуация развивается не совсем так или совсем не так, как они хотели. Есть все основания для того, чтобы распустить парламент Крыма. Также парламент автономии одобрил еще один документ, это гарантии восстановления прав крымско-татарского народа. Власти обещают, язык этого народа получит статус официального. В органах власти будут предусмотрены квоты для крымских татар, а Курултай станет признанным органом национального самоуправления. Обещают решить и вопрос, актуальный в последние 20 лет, о статусе крымско-татарского народа как коренного. В Межлиссе считают, это постановление серьезный сигнал для всех сторон конфликта, однако уверяют, о каких-либо договоренностях с новой крымской властью речь не идет. Разумеется, этот сигнал, он не является предметом каких-либо соглашений. Наша позиция по вопросу о референдуме остается категорически конкретно сформулированной. Мы против проведения референдума, мы бойкотируем референдум. Сегодня около полудня в Симферополе в парке Шевченко собрались примерно две сотни активистов. Эти люди уже приходили сюда 9 марта, их требования остаются прежними. Сохранить целостность страны, освободить двух активистов крымского Евромайдана, Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского, похищенных в минувшее воскресенье. Также собравшиеся требовали бойкотировать референдум, который самопровозглашенные власти автономии собираются провести 16 марта. Запрет на некоторые российские телеканалы уже через час в Украине прекратят вещание Россия-24, ОРТ, Первый канал, Всемирная сеть, РТР, Планета, Вести и НТВ Мир. Украинские провайдеры должны перестать ретрансировать эти каналы во всех регионах страны. Так распорядился Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Объясняют решение, принятое с целью обеспечить национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Виктор Янукович снова выступил перед журналистами. Как и в прошлый раз, это было в Ростове-на-Дону. Выступление длилось всего несколько минут. Сразу после этого произошел обвал индексов на московской валютной бирже. Все детали в материале Вениамина Трубачева. Большой зал для больших мероприятий. Плакат с такой надписью висит у входа в здание, где Виктор Янукович встречается с прессой. Как и в прошлый раз, журналистов тщательно обыскивают, отбирают даже воду. Последний раз Виктор Янукович появлялся на публике 28 февраля. Здесь, в Ростове, в этом же зале, он вышел из этой двери и направился к трибуне. После этого состоялась пресс-конференция. Сегодня же беглый президент решил на вопросы журналистов не отвечать и сделал только заявление. Янукович начал с того, что назвал нынешнюю украинскую власть нелегитимной, а себя действующим президентом. В своей речи он, в принципе, больше обращался не к гражданам, а к власти. Солдаты и офицеры понимают, чего вы стоите, и не будут выполнять ваши преступные приказы. Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины. Виктор Янукович заявил, что президентские выборы, запланированные на 25 мая, незаконны, и он просит международное сообщество результаты не признавать. Сам же планирует вернуться в Украину, как только позволят обстоятельства. Любые органы власти, которые будут сформированы в результате этих незаконных выборов, также нелегитимны и незаконны. Кроме их правовой легитимности, понятно, что эти так называемые выборы будут, если будут, проходить в обстановке тотального контроля экстремистскими силами. Также Виктор Янукович обратился к руководству США. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в Украине, он просит Америку не выделять кредиты. Насколько мне известно, законодательство США, статья 84.22, раздела 22, свода законов США, запрещает предоставлять финансовую помощь правительству любого государства, незаконно избранный президент, законно избранный президент, которого был свержен в результате военного переворота, или другого незаконного решения. Я намерен обратиться в Конгресс, в Сенат и в Верховный суд США с настоятельным предложением дать правовую оценку действиям правительства этой страны. Вы не имеете права по вашим собственным законам выделять деньги бандитам. О ситуации в Крыму Виктор Янукович вспомнил только в конце выступления, но так и не сказал, действительно ли просил российского президента вводить войска на территорию Украины, как было объявлено ранее Кремлем. Наоборот, в эскалации конфликта на полуострове он постоянно обвинял нынешние власти. Ваши действия привели к тому, что откалывается Крым, что даже под дулом автоматов население Юго-Востока требует уважения к себе и своим правам. Мы переживем эту смуту. Люди, одураченные вами, прозреют. Страна воспрянет и объединится. Вся речь длилась чуть более пяти минут. После этого Виктор Янукович спешно покинул помещение, а рабочие начали сворачивать украинские флаги. А где вы взяли столько украинских флагов в Ростове? Это я выходит с собой. Что что? Янукович с собой привез. Флаги с собой привез? Наверное, я не знаю. Откуда? Где живет беглый президент и чем занимается, до сих пор неизвестно. В предыдущий раз он сказал, что временно поселился у друга здесь, в Ростове. Но, как пишет российская пресса, у Виктора Януковича есть дом в Подмосковье. А сюда он приезжает только общаться с журналистами. Вениамин Трубачев и Евгений Каминский. Российское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Состояние здоровья Юлии Тимошенко удовлетворительное. Об этом на пресс-конференции сообщил ее главный лечащий врач Николай Полищук. В правительстве Тимошенко он занимал пост министра здравоохранения. Сегодня Полищук рассказал о первых результатах лечения экс-премьера. 9 марта в немецкой клинике Шарите Юлия Тимошенко прошла полное медицинское обследование. Диагноз хроническая межпозвоночная грыжа. Пациентки ввели специальные медикаментозные препараты в поясничный отдел. Полищук отметил, из-за хронической стадии восстановление здоровья будет нелегким. Однако немецкие медики надеются, что хирургическое вмешательство не понадобится. Вводят все медикаменты для того, чтобы сняти болевый синдром, сняти местное запаление. Будут подключены и специалисты в галузе ортопедии, физикальной медицины, неврологи, нейрохирурги и нейрорадиологи. И после этого будет решено в клинике, есть ли потребность в хирургическом втручании, или нет. Напомню, ранее дочь Юлии Тимошенко Евгения заявляла, что необходима срочная операция по удалению грыжи. Если такая операция не будет проведена, то состояние здоровья лидера Батькевщины нельзя прогнозировать. Возможно, даже инвалидность, заявляла Евгения Тимошенко в июле прошлого года. Межигорье закрыли на инвентаризацию. Уже сегодня резиденция недоступна для посетителей. Большую часть предметов роскоши Виктора Януковича перевезли в фонды Национального художественного музея. Около 150 гектаров пока охраняют от вандалов представители самообороны. Они передают все помещения милиции, опечатывают их. Сотрудники МВД будут охранять Межигорье до тех пор, пока Кабмин не примет решение, что будет на этой территории дальше. Неожиданная развязка в громком деле. Сегодня в Днепропетровске прямо в зале суда освободили двух молодых людей, которых судили за пособничество в организации терактов. Речь идет о серии взрывов в Днепропетровске два года назад. Тогда пострадал 31 человек. На скамне подсудимых оказались четверо. Как уверяли в СБУ и прокуратуре, против обвиняемых собраны неоспоримые улики. И вот сегодня все обвинения были сняты. 27 апреля 2012 года. Днем в центре Днепропетровска с интервалом полчаса раздаются четыре взрыва. Устройства заложены в бетонных урнах. Через считанные недели находят и подозреваемых. Это политолог Виктор Сукачев, программист Виталий Федоряк, менеджер Дмитрий Рева и директор фирмы Лев Просвирнин. Первые двое признают вину. Рева и Просвирнин отрицают. Их адвокаты заявляют, улик против подзащитных недостаточно. В прокуратуре настаивают на обратном. Собрано достаточно достоверных, допустимых, объективных доказательств. Оснований для утверждений о том, что материалы уголовного дела сфальсифицированы, нет. 2000 опрошенных свидетелей, 200 экспертиз. И все, как уверяют следствие, не в пользу подсудимых. Это резонансное дело индустриальный суд Днепропетровска рассматривает вот уже полтора года. Все это время сторона обвинения была непреклонна. Все четверо подсудимых виновны, утверждали в прокуратуре. И вот буквально за полтора часа дело принимает совершенно другой оборот. После событий Майдана это первое заседание по делу. И сразу же прокуратура снимает абсолютно все обвинения с Ревы и Просвирнина. Почему прокуратура так резко поменяла свою позицию? Ответ туманный. Поймите правильно, существует определенный порядок, это формальность, которую нужно обязательно соблюсти. Я считаю, что нужно было пройти от начала и до конца весь путь, допустим, предусмотренный законом, рассмотреть все то, что было в деле. Только лишь после этого уже наверняка поставить точку. Обвиняемых освобождают прямо в зале суда. Лев Просвирнин рассказывает, в СИЗО из него выбивали показания. Показания, которые нужны следствию. Если то, что не дают пить, есть, это выбивали, да, безусловно. На вопрос, хочет ли он привлечь к ответственности тех, кто его упек на скамью подсудимых, Дмитрий Рева отвечает. У меня нет жажды крови. Единственное, я хочу справедливости. И я хочу, чтобы подобные ситуации, которые были в отношении меня, они в Украине в принципе не повторяли. Система потерпела свое поражение на сегодня. Если у нас в дальнейшем начнет прокуратура все-таки читать закон, а не выполнять заказы, то это уже положительное. А это, я думаю, что вот это дело, это как раз очень яркое проявление того, что они начинают меняться. Что касается подсудимых Сукачева и Федерика, они остаются под стражей. В их вине прокуратура не сомневается. Наталья Грещенко, Евгений Куденцов, телеканал Интер, Днепропетровск. Геннадия Кернеса вызывают в Киев, в Генеральную прокуратуру. Против харьковского градоначальника открыто уголовное производство по трем статьям. Угроза убийства, пытки и похищение человека. Хотя оно было открыто еще 25 февраля, повестку мэр получил лишь сегодня, о чем сообщил журналистам на брифинге. На допрос Кернес поедет в сопровождении сотрудников СБУ в четверг. И не исключает, в Киеве его могут задержать, так же, как и Михаила Добкина накануне. Я думаю, что вся вот эта вот бодяга, которую я называю уголовное впроваджение, значит, выросла из недр милиции. Это дело сфабриковано милицией во главе с Арсеном Аваковым. Это первое. Второе. Я считаю, что Арсен Аваков не один раз высказывался о том, министр внутренних дел, что он, занимая такую должность, будет сводить счеты. Как со мной, так и с Михаилом Добкиным. Напомню, вчера в генпрокуратуре допрашивали Михаила Добкина, бывшего губернатора Харьковской области, в связи с уголовным производством о сепаратизме. Следователи решили его задержать. Сегодня, как сообщал ранее адвокат Добкина, ему в Шевченковском райсуде столицы должны были избрать меру пресечения. Однако заседание суда до сих пор так и не состоялось. Уголовное преследование Кернеса и Добкина имеет политический оттенок и может привести к дополнительному напряжению в восточных регионах, считает народный депутат Украины Сергей Тегибко. Лично я это оцениваю как политическое преследование и, знаете, как политика двойных стандартов. Именно в правосудии. Почему? Потому что если так жестко подходить к Добкину, если так жестко подходить к Кернесу, то я считаю, что с западной Украины несколько десятков мэров тоже должны быть рядом с ними. И это было бы справедливо. Потому что точно такие же призывы были и с их стороны. И я считаю, что если мы говорим сегодня о том, что нам надо, наоборот, сшивать страну, что нам надо объединять страну, что нам надо думать, каким образом Украину оставить единой, неделимой, целой, то такие действия абсолютно, на мой взгляд, неприемлемы. Следите за развитием событий на сайте подробностей.ua. Детальнее о сегодняшних событиях вы узнаете в программе подробностей в 20.00. Ну а сразу после новостей, ток-шоу касается каждого. Увидимся в 20.00.